Нужно срочно слить КАМАЗ? Или погрузчик, или БелАЗ? Экскаватор или комбайн? Впрочем, ты ведь главный барин! Если есть что предложить, хватит это сторожить. Сдай в аренду или продай. Деньги в руки получай. Заходи на сайт скорее, регистрируйся быстрее. И аренда, и продажа. Все для стройки, демонтажа. СПТ Портал. Ваш мир спецтехники и транспорта. А сколько у вас занимает вообще процесс, вот скажем так, какого-то разработки нового изделия? То есть то, чего вы еще не делали? И 238 ставился на Уралах, но и 7511 двигатель тоже устанавливался на Уралы. Владимир Владимирович, мне кажется, вот про негабарит вы сказали, по ширине она шире, чем 2,5. Негабаритная. Если автомобильные заводы решают свои традиционно вопросы 20-литровыми баллонами, то у нас вот 4. 50 и 100 литров. С той стороны то же самое. Велочиться не стали? Отсутствие конкуренции порождает ожирение производителей. Они думают, что кроме их машины никто ничего не возьмет. Это стекло, оно, наверное, серийное на каком-то другом автомобиле используется? Или это специально под вас делают? Нет, это специально под нас. А, то есть... Слава КПСС. У нас началось производство под заказчика, а не так, что вот не хотите, не берите. Поэтому то, что мы... Я почему этот вопрос задаю? Ведь надо, скорее всего, с объема-то ведь не сверх большие. То есть все равно они идут даже на мелкосерийное производство. Вот я об этом и говорю. То есть... То есть вот нам стекла, вот мы видим. Да, вот решение решено, допустим. Замочек, который они серийно выпускают и ставят на УАЗ, на форточку. А остальные геометрия вся наша. То есть заказчики в данном случае, рыночные условия, они берут на себя задачу, обязанности делать, да. Вот при наших небольших объемах, в этом году вот мы... Ну, всего вот их сделано у нас сейчас машин. Там три десятка. Они берут и делают, да. Три десятка всего за год? Или вот именно такого класса? Вот платформ передвижных, модульных. Вот это у нас четвертая машина семиосная. У нас вариант сидений, то есть от минских мы их ставим. То есть, еще раз, то есть, поскольку не конвейерная сборка у нас под заказчика, если он скажет, мы можем ему с ним подвеской поставить. Конечно, будет проблематично при такой высоте кабины, но... Опять же, зачем? Так же, да. Вот заказчик нам сказал, например, двигатель 75-11. У нас для такой массы вообще-то маловато. Мы хотели его на ТМЗ 84-31, 470 лошадиных сил. Он говорит, нет, не надо, вот мне такое поставили. ТМЗ Тутаевский, да? Тутаевский, да. 400 лошадиных сил. Ну вот работа первых двух уже на скважине, говорит, что да, достаточно. То есть, он переползает с места на место. Но ему же выше 40 даже не может ехать по правилам. У него кинематическая скорость ограничена по трансмиссии 40 км в час. И тяговых усилий на самом деле, ну вот хватает в тех условиях, в которых они сейчас эксплуатируются. Пока не забирались никуда, чтобы дефицит мощности проявился. Ну, понятно. Двигатель палубного расположения для того, чтобы был доступ к нему, когда вышка в транспортном положении. То есть, чтобы мы могли до него добраться, там, при необходимости обслужить, что-то еще сделать. Двигатель ничего необычного. Евро 2. МЗ-75-11. А точно самоходных машинах у нас требования другие. То есть, если на автомобиле евро 5, то здесь евро 2 можно. Да. Да, евро 0 даже можно. А, даже евро 0 можно. Ну, то есть, здесь получается, что, 8-ми цилиндровый он, да? Двигатель 8-ми цилиндровый, 400 лошадинок. Ну, прототип 238-го двигателя. То есть, у него... А, то есть, это в принципе... Управление топливом. В принципе, на Уралов, в тех же габаритах, разве движок был или поменьше чуть-чуть? 238-й так она на Уралов ставилась. Ну, и 75-11 на Уралов ставилась. Не, я им за 238. И 238 ставился на Уралов, но и 75-11 двигатель тоже устанавливался на Уралов. Ну, вы видите, вы конструктор, вы как бы лучше это знаете. Я, честно говоря, даже не помню, чтобы 75-11 ставился. Пропустил их. То есть, вот тросовый привод короткий мы видим, управление. В данном случае для привода верхнего мы только даем гидравлику. Вот они попросили, мы поставили насос, для того, чтобы они могли как раз горизонтироваться. Привод горизонтирования функции от наших... А, ну, то есть, вы поставили обычный шестеренчатый насос, да? Ну, да, NH-50. Через коробку отбора мощности. Ну, с тем, чтобы эту функцию им не брать, у себя не организовывать. А распределитель стоит? Нет, они уже дальше. А, сами поставили? Трубопроводом мы поставили коробку и управление коробкой. А, все, 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 понял. Дальше они свою гидравлику подпитывают отсюда и... То есть, распределитель тоже они поставят управление? А это вот что за бачок? Это рулевой маслобак, гидравлика для руля. Понятно. Ну, если говорить о машине, то здесь мы не видим коробки отбора мощности для механического отбора привода верхнего оборудования. А здесь стоит, смотрю, управление, значит, от ПЖД-30. Да, здесь подогревает ПЖД-30, да. ПЖД-30 стоит. Ну, что на всех же машинах уже стоят гидроники всякие, да, которые ТАСОЛ только греют. Вот здесь вот эта панель просто мне запомнилась. Она на Уралах раньше была. Это вот ПЖД-30 запуск там. Раз. Ну, опять-таки, в данном случае заказчик для нас, поскольку платит, он и заказывает музыку. Ваше мнение, вот почему ПЖД-30 вообще перестали стоять? Из-за возгораний? Не, ну, на машинах же перестали. Да, потому что задачи перед машиной другие стали. Нужен автоматический запах, нужно, значит, экономию. В данном случае ПЖД-30 эксплуатирующий персонал, он знаком испокон века. Он знает, что если у него сломалось, не сломалось, как с ним этим все обходиться. Поэтому организация зависит от кадров, которые у нее работают. Я просто, я слышал, что ПЖД-30, как бы, вот он, получается, не прошел сертификацию, вот именно из-за своего, как бы, вот этого открытого, возможности открытого пламени на картер двигателя, да? У него же выхлоп идет прямо открытый на картер. И то, что вот к нему не смогли вот эту автоматику привязать. Ну, не так? Выхлоп, предпусковые подогреватели подогревают жидкость открытым горением в котлах, которые у них там есть. В данном случае котел расположен так, что, да, трасса выпуска у него короткая, и можно энергию выпускных газов обогревать поддоны автомобиля. Раньше так и делали, потому что, ну, масляную ванну, чтобы подогреть перед запуском. Сегодняшние все подогреватели, у них тоже есть котел, тоже есть процесс сгорения, потому что... Ну да, только он выбрасывается на улицу. Да, только он, значит, более, скажем, там, с догоранием топлива и с большей трассой выпуска. И эту энергию, температуру сгоревших газов уже не используют для обогрева масляной ванны. Только с этим связано, да? Потому что есть масляные теплообменники, и подогревая охлаждающая жидкость, достаточно, чтобы, значит, двигатель обогревался. Напишите в комментариях, что вы думаете про ПЖД-30, старый, который был на Урале, собственно, и как на сегодняшний день, кто как доволен теми подогревателями, которые ставят на современные машины. Я так понимаю, у них все-таки основное преимущество, то, что их можно по таймеру запустить и запрограммировать. Да? Ну, не только ведь, наверное, там экономика. Если мы посмотрим, наверное, расход топлива поменьше стал, еще какие-то вещи, типа, чуть-чуть добавились. Кнопочки у них стали более блестящие. А, ну, кнопочки, да? Кнопочки. Компоновочное пространство. Если мы посмотрим, у нас сегодня подогреватели одна объемная, а здесь нужен и котел, и насосный агрегат. Поэтому, ну да, там в одном корпусе все сделано. Вернее, сейчас сделано в одном, а раньше приходилось сделать в разных корпусах. Вот сверху, если мы смотрим, тоже видим элементы. Вот подстава у них тут, подмасляный бак, вот тоже группа с отверстием, чтобы они размещались. То есть раму мы называем интегрированной с верхним оборудованием. С тем, чтобы они могли уже, получив это шасси, смонтировать свои вещи без всяких дополнительных, там, приварочных каких-то операций. Хотя, все равно, они, часть одних остается, что-то они еще берут у себя, подваривают. Ну, тут сколько у вас? Десятка или восьмерка снаружи? Вот про окна, если я не говорю, про силовые конструкции куда что-то будет? Нет, если говорить о толщине материала, то здесь у нас 16 миллиметров полки. Разные, да? Да, 12 миллиметров, в зависимости, опять-таки, от нагрузки, которую конструкция испытывает при работе. Машина негабаритная, самоходная, скорость ограничена. Мосты китайские, Ханде, грузоподъемностью 13 тонн, что передние, что задние. Владимир Владимирович, мне кажется, вот про негабарит вы сказали, по ширине она шире, чем 2,5. Негабаритная, то есть у нее габарит 2,980. 2,980. И мосты, получается, нестандартные, тоже шире. И мосты нестандартные, тоже негабаритные. Для того, чтобы опорную, ну, ширину... Ширину опорного контурного побольше сделать. Почему вообще эта машина появилась? Потому что наш нефтяной сектор раньше, ну и сейчас, монтируется на шассе наших колесных армейских тягачей. МЗКТ и БАС. За рубежом, в Америке, в Канаде, нефтяное оборудование решено вот по такому принципу как раз. То есть там каждый изготовитель бурового оборудования делает для себя несущую базу, какую ему надо. Там разные тоже технические решения, но все это такая вот. И если наши производители нефтегазового оборудования монтировались раньше на шасси МЗКТ и вынуждены были делать свой надрамник, то вот данное направление как раз возвращается к другому решению, когда рама интегрирована с рамой верхнего оборудования и необходимости уже в дополнительном надрамнике нет. И вы мне сегодня еще интересные вещи рассказали. Получается, что что БАС, что МЗКТ, они все-таки были направлены на то, чтобы машина ездила. То есть там подвеска вот эта торсеванная, независимая, да, то есть она отсюда получается более дорогая. Ну да, перед теми машины при разработке стояло решение других задач. То есть переходимость при заданной задаче по любому направлению. В данном случае все равно машина движется либо по специально подготовленным площадкам, либо по ведомственным дорогам, ну или даже по федеральным при разрешении, при оформлении определенных разрешений. Поэтому у нее такой уникальной проходимости не требуется. Ну то есть она так, и так эта машина решена. И она дешевле за счет этого получается? Да, машина безусловно дешевле получается, потому что не приходится ни изготавливать, ни разрабатывать функции, которые не нужны. Кому интересно, какая подвеска на МЗКТ, где-то там на канале чуть раньше, посмотрите ролик был из Питера, установка С-400 и ракетный комплекс БАЛ. Я там лазил под машиной, как раз снимал подвеску. Там видно, насколько сложнее. Там многорычажная подвеска на торсионах, здесь, собственно, классическая подвеска на мостах. Ну нужно, наверное, еще сказать, вот сейчас мы видим двигатель 7511, 400 лошадиных сил. Это вообще уникально мало для этого класса машин. То есть решение, которое требуют подъемники, это возможно установкой двух двигателей. То есть либо опыт наш позволяет либо Катерпиллеры поставить С-15, С-18, либо был опыт изготовления с двумя ярославскими ЕМЗ-8502. Это двигатели по 540, по 600 лошадиных сил. То есть параллельно стоит два движка? Да, стоит справа-слева два двигателя с автоматическими коробками. Алисон, вы говорили. Алисон 4700 УФС, да. Дальше карданные валы, суммирующий редуктор, потому что для привода оборудования механической мощности нужно эти мощности суммировать при определенных режимах. И вот такая установка. Здесь мы видим пространство вокруг, а там буквально его нет. А будут у вас такие машины еще? Пригласите обязательно. Заявки, сейчас техзадания прорабатываются, заявки такие мы имеем. Было бы интересно, конечно, посмотреть. И вот буквально неожиданно нам тут говорят, а давайте вот корейский двигатель поставьте. Ну, ладно, давайте. А почему корейский? Потому что это связано со службой, куда машина назначается. Если там у них какие-то агрегаты, машины с определенным парком силовых установок, у них есть, соответственно, парк запчастей, механики, там какие-то другие элементы. И они говорят, ну а вот мы хотим, чтобы такое было. Ну понятно, то есть у них есть ремонтная база, они к этому привыкли, поэтому они просят. Да, они из своих условий, вот, ну мы когда приходим в ресторан, заказываем то, что хотим. И они говорят, вот а мы хотим, вы могли бы или нет. Ну, да, то есть прорабатывались также двигатели камень с установки. То есть вот вы... Дизель были заявки, но они не реализовались, потому что... Потому что... Дорого, долго? Нет, просто этот же процесс заказа многофакторный, на каком-то этапе остановилось и все. Вот, например, воздушные баллоны. Ага, то есть их у нас всего четыре. Но они у вас объема зато будут здоровы. Да, если автомобильные заводы решают свои традиционно вопросы 20-литровыми баллонами, то у нас вот четыре, пятьдесят и сто литров, с той стороны то же самое. Мелочиться не стали. Да, поскольку назначение машины и управление верхней обороны через воздух, система подготовки воздуха здесь, значит, многократно сделана. То есть есть охладители воздуха, есть специально адсорберные автомобильные типа осушители, есть влагоотделители, алкоголики, как называть. Это с тем, чтобы заливать уже спирт для осушки в агрегатах тормозных. Потому что прихватывание воздуха может привести к... Это вот эта штука, да? Вот мы видим по трассе с компрессором шелона, там стоит охладитель. Вот это верхний, да? Потом вот мокрый баллон, так называемый. И дальше по трассе... Куда конденсат может сливаться. Да, можно здесь сбрасывать конденсат его, то есть максимальный сборник. И с той стороны мы на баллонах увидим систему осушения, подготовки воздуха. Шины Кразовские, да, у вас? Как они? ВИ-3 называется. Модель ВИ-3, да, 1300 на 533, с 16 нормы слойности, 6,5 тонн нагрузки. Ну, то есть это, наверное, самая дешевая шина с такой грузоподъемностью, да, которая существует? Да, Белл-95 существенно дороже, но об импортных аналогах тоже не говорим. Опять-таки, потому что пробегов нет. Вот, значит, не дорожный, а рисунок протектора под проходимость, в данном случае под песок. Ну, вы и сказали, что такая шина, она скорее состарится от влияния озона, да, от солнца. Да, от солнца потрескается, чем она износит. Ну, да, верно. Срок эксплуатации машин 12 лет базовой, но с учетом продления они до 15 лет служат. А сколько у вас занимает вообще процесс, вот, скажем так, какого-то разработки нового изделия, то есть то, чего вы еще не делали? Ну, опять же, вы сказали до этого, что у вас модульная конструкция, но это, наверное, несколько упрощает весь процесс, но все равно. То есть год, месяцы? Нет, год нам никакой клиент не позволяет год проектировать. У нас реальная разработка перекрывается циклом изготовления. Цикл изготовления машин от двух до полугода. От двух месяцев до полугода, да. Но поскольку вот элементы модульные накапливаются, то возможность реагирования на какие-то специальные запросы, она сокращается. А сколько у вас конструкторов в штате? Немного ждем хороших, талантливых ребят к себе на работу. Вот реклама конструкторов. Ну, сколько сейчас трудятся? У нас 13 человек, конструкторская технологическая служба. Недавно в командировке были. Мы-то как бы завод небольшой все равно, ну как небольшой, в том смысле, что история пока небольшая. Но тем не менее, нам же, говорят, крупные игроки на рынке нефтегазопромышленности говорят, мы следим за вами, мы смотрим на вас. Так что вот это самое. Поэтому заявки обращают. Это радует. Вы в 2014 году начали здесь строиться? Завод с 2015 года рождения. То есть вот три года. А вообще идея вот эта пришла в каком году? Это нужно спросить у собственника. Может, он мучился давно этой идеей. И вот тут реализация. Но мне, как мне представляется, это то, что действующие производители просто не могли потребности рынка удовлетворить в определенных направлениях. Вот и формирует создание такого рода небольших предприятий, которые... По-моему, есть еще, скажем так, я мало в этой сфере как бы знаком, но где-то читал, по-моему, что на уровне нашего правительства даже западным нестесердесным компаниям запрещено заводить новую технику для обслуживания скважин. Не слышали? Не знаю. Что они вот как раз это сделано для того, чтобы развивалось вот наше машиностроение подобных машин. Не слышал? Не слышал такого и не вижу. То есть у нас китайские представители на рынке нефтесервиса работают со своими машинами. То есть тут никаких таких уж прям шлагбаумов. Да, если нас будут смотреть кто-то, кто работает непосредственно в нефтесервисных компаниях, в зарубежных, напишите, как у вас обстоят дела вот, собственно, с этой техникой. Вот, что, например, по-моему, года два или три назад, конечно, могу ошибаться, но где-то в прессе проскакивала эта идея, что нефть надо добывать, даже если у нас зарубежные компании присутствуют. То есть пусть они нефть нашу добывают и обслуживание, значит, ну там, инфраструктуры скважин ведут на наших машинах, на отечественных. Отсутствие конкуренции порождает, как бы так сказать, ожирение производителей. Они думают, что кроме их машины никто ничего не возьмет. То есть тоже плохо? Конечно, плохо. То есть форма должна быть спортивной, конкуренция, она позволяет это делать. В данном случае машина позиционируется, как конкурент базы МЗКТ. Я надеюсь, вернее, что нас не последний раз пригласили, что будем еще проезжать. Будут, тем более, машины с двумя палубными двигателями. Обязательно их посмотрим, снимем. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания. До свидания. Всем огромное спасибо, что посмотрели этот ролик. Обязательно помогите с его продвижением. Для этого поставьте лайк. И поставьте лайк под любым комментарием, который вам понравился. И обязательно пишите свой комментарий, а лучше несколько. То есть чем больше будет ваших комментариев, чем больше будет ваших лайков, тем видео в поисковике YouTube будет выше. Спасибо вам. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok